Подготовка к новогодним праздникам всегда начинается заранее. Особенно много времени требуется, если речь идет о празднике в масштабах городского округа. Конкурс эскизов ледовых городков Геалабутнанги и Харпа был объявлен в начале октября. Специальная комиссия в городской администрации подвела его итоги. В первую очередь, внимание уделили идейно-художественной композиции. К строительству ледовых городков подход особенный. Новогодняя скульптура и сооружения не только создают праздничное настроение на время каникул, а практически всю зиму радуют взрослых и малышей, становятся любимым местом для прогулок. Конкурс эскизов зимних композиций был объявлен 7 октября. За это время поступило две заявки. Проекты представили тюменская компания «Альтера» и «Маки» из Екатеринбурга. Сегодня наша с вами задача рассмотреть эти заявки по критериям, которые определены протоколом заседания конкурсной комиссии, которая еще состоялась в сентябре, мы должны оценить эти заявки и выбрать одну, которая ляжет в основу проведения фестиваля и в итоге созданием красивого, красочного городка для жителей нашего большого городского округа. Выбор лучшего эскиза только на первый взгляд кажется простым делом. На самом деле рассматривается каждая деталь, подсчитывается количество форм, сравнивается степень соответствия заявленной теме. И все это в виде баллов и процентов заносится в оценочные листы. Конечно же, в первую очередь обращала внимание на идейно-художественную композицию, как будет более раскрыта тема ледового городка. Она была определена в конкурсной документации, это резиденция Снежинки. Также на выполнение требований, которые были прописаны в конкурсной документации, технических характеристик, это высоты, набор архитектурных форм, композиции ледовых. Все должно быть не только красиво, но и максимально безопасно. Главное, пользователи ледовых городков – детям. Вопросы безопасности также учли на этапе выбора эскизов. По итогам работы конкурсной комиссии предпочтение отдали Тюменской Альтере. Их проекты воплотятся в жизнь в Лабутнанге и Харпе. Ольга Болдырева, Николай Снегир. Время местное.